Сложность в этой пьесе, что вы вдвоем. Вот в этом ты весь не пробиваешься. Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Марина, 35 лет. Иван, 42 года. Ида самая мгновенная, абсолютно нормальная в нашей жизни. А еще это самая любимая наша сцена. А, как она называется? Она называется «Искусство прятать голову в песок». Сестре твоей позвоню. Скажу, что я не буду ее встречать на вокзале. Пусть она тащит свое турецкое барахлоу сама. Да. Это же спелка. Я к ней не счет. Сразу не счет. Ну, начальник сюда с Нюрой прикалом не поедет. Мама, 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 мама. Кофе убежал. Слушай. Надо сознательно менять ритмы. У Станиславского испугался, побежал. А у Меркольда побежал, потом испугался. А я же, я же, я же, я же, я же, я же, я же. А я же, 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 я. Все? Ну, ничего, не понял. А мне все равно? Вот! Это же шахарство. Вот куда он и делает. Когда ты злишься, ты мне предъявляешь одно очень странное обидение. Ты мне говоришь, что я не озабочусь о поддержании наших отношений. Я не знаю, чего хочу, почти жалею. Мне стыдно. Ну, это был момент вот этот. Привет. Вот что случится даже, понимаете? Вот тут она по-настоящему впервые, за все время ему говорит. Вот. Между нами все было. Вот здесь это гораздо хуже, чем скандал. Ируча. Спасибо. Юля, не убегай. Я уже здесь. Пожалуйста, проезжайте. А я тебя ловила у служебного входа. А, понимаешь, так как я выскочила, тебя нет, а у меня только репетиция закончилась, а мне очень нужно было кое-что забрать из аптеки. Как это удобно. Прямо специально как будто бы для вас подгадали. А ты знаешь, что вот когда вечером спектакль, то першит горло. Тут, кстати, есть очень хорошие леденцы, смягчающие такие. Ну, Ирэн там любит какой-то спрей. В общем, я для Ирэна спрей взяла, себе взяла леденцы. И пошли, пошли скорее на кофе. Вообще, как же это удобно. Вообще городская жизнь стала, да, вот в этом смысле. Ну, да. Урбанистическая. Самое главное – знать правильные места. Да, мы знаем правильные места. А мы знаем адреса, потому что аптек Планета Здоровья… Очень много. Очень много. По всей Москве, то есть есть по дороге у меня из дома тоже несколько таких аптек. Я часто использую заказ онлайн, и в приложении, в телефоне оформляю заказ, и потом забегаю, оплачиваю, забегаю, просто забираю. А вот, на сейчас мне просто нужно было вот срочно что-то как-то, что-то как-то тут першит. И перед спектаклем, пока мы с тобой как раз сейчас чайку с кофейком. А ты чаще пользуешься приложением или вот так тоже забегаешь? Нет, ты знаешь, я очень долго сопротивлялась внутренне этому. Почему-то, не знаю, я очень костный человек. Но потом, как только я начала пользоваться приложением, я теперь только приложением и пользуюсь. Все там заказал, аптеку выбрал, подъехал в удобное время. Ну и сайт, кстати, тоже очень удобный. Да, ну я просто в основном с телефоном. Ну, ты знаешь, на самом деле, когда в такой пешей доступности, ну ты меньше минуты от служебного входа театра и госсовет находится. Конечно, забежать, тем более, если тебе не нужно что-то редкое. Просто бывает, ты ищешь что-то конкретное, нужны дозировки, производитель, тогда да. А за этими, за линейноциальными можно и так. Да. Давно я не была в кафе именно на кофе. Вообще, я... Нет, ну мы с тобой были на кофе, но не так уж прямо давно. Ну когда? Ну сколько времени, месяц, наверное, прошло. Ну вот. Питер имеешь в виду? Нет, я в Москве имею в виду, кстати. Как тебе были в Москве? А вот в Хамовниках. А, точно, точно. Так это два месяца прошло, Юль. Два месяца? Да нет, это было перед 8 марта. Да ты что? Конечно. Телки-палки. Да. У меня, правда, к кофе очень серьезные требования. Я редко пью больше, чем один кофе в день. А ты после кофе заулыбалась? Нет, ну что, я... У меня есть... Я точно знаю, что работает для поднятия настроения. У меня есть мои всякие штучки. Ну, во-первых, работает всегда кофе. Всегда. Работает крепкий. Ну, такой кофе, как я люблю. Не кофеин, кофе. Не какая-то там химическая субстанция, а божественный напиток под названием кофе. Мне всегда поднимает настроение. Но тут на самом деле, шутки шутками, но химическая реакция реальна. Я реагирую на кофе приливом энергии, приливом сил и поднятием настроения. Мне сразу кажется, что я... У меня сразу как-то яснее сознание. Сразу идеи приходят какие-то яркие, правильные в голову. Решаются вопросы, задачи. Вот поэтому кофе работает. Я вот очень жалею, что я не могу пить много кофе. Потому что это так здорово сидеть в кафе. Если тебе нужно время провести, вот у тебя есть час. Вот что? Вот не музей рядом нет, извините, не библиотеки, кофейня. Не, ну потом музей тоже как-то, знаешь, это для другого. Конечно, конечно. И мне кажется, что это такая... Один из самых прекрасных атрибутов городской жизни это жизни в кафе. Именно кафе. Там, где кофе, кондитерские какие-то, булочные. Вот то, чего не хватает. Вот я такой деревенский житель, в принципе, я за городом живу, и каждый день туда-обратно на работу мотаюсь. Честно говоря, я не очень так по городу скучаю, но вот прогулки и кафе. Вот именно вот эти прогулки, архитектура, дома. Ну, люди, в конце концов. Причем именно не ресторан, а кафе. То есть, чтобы немножко было какая-то легкая. Необязательно. Да, да, да. Это какие-то впечатления какие-то. И еще, честно говоря, я давно, в юности, любила кофе на вынос. Сейчас, конечно, я редко пользуюсь этой возможностью. Ну, вот это такое, как бы, метр. Нет, ну, мы с тобой делаем так, ну, действительно, в каких-то исключительных случаях, когда мы торопимся. Посмотри, какая пенка. Вы и запаху очень вкусно. Да. Вкусно. И мы с собой можем. Было пару раз, да? Нет, я могу даже, проезжая, например, я еду на репетицию, я понимаю, там, ну, вот эти все магнитные бури, вот эти перепады давления, и я понимаю, что мне нужна доза кофеина, иначе я неработоспособна. Ну, тебе сложно, ты же очень придирчива. У тебя как раз тот случай, когда... Когда я просто беру кофе с молоком. А, вот так. Или с альтернативным молоком, то есть какое-нибудь биндальное, кокосовое, или просто молоко обычное. То есть, ну, зависит, что же, от кофейни. А вот она, оказывается, откуда к нам пришла вся эта любовь к фруктовости в кофе и кислоте из Копенгагена. Из Креставии. Да, из Северной Европы. А в чем история суть-то? Ну, они его обжаривают сами, и поэтому они считают все, что итальянский кофе пережарен. И если кофе обжарить по-другому, то он получается с кислинкой. Честно говоря, в незнакомой кофейне я очень редко. Это прям нужно совсем какая-то должна быть. Катастрофическая необходимость. Кризисная ситуация, да. Мне кажется, вот девушка или молодой человек, чаще всего это именно молодые люди. Вот я тоже говорю, я в юности любила. Пойдешь там между лекциями куда-нибудь, ну, ты училась когда. Или куда-то едешь дальше, взять с собой стакан с кофе. Да, у нас-то такого не было. Да, у вас такого не было, да. А у вас тоже было. У нас было, да. Какая-то в этом есть такая тоже... Это образ. Слушай, у меня подруга в декрете сидела, и вот она мне говорила, что я понимаю, что это идиотизм, что у меня дома есть кофемашина, есть чашка, есть молоко, есть сахар. Но мне так хочется выйти куда-то и вот в этом бумажном стакане взять на вынос и вот дойти до кофейни и вернуться, вот просто вернуться домой за 300 метров вот с этим вот стаканчиком. Почему? Потому что есть несколько причин, по каким мы употребляем те или иные, как бы сказать, продукты, которые вызывают... Такую... Ассоциацию? Нет. Химическую реакцию в организме. Ну, совсем простой пример, там какие-то алкогольные напитки, например. Кофеина, содержащие напитки. То есть мы, наше состояние после употребления этих напитков, сладкие дозированные напитки, физиологические, физиология, наше состояние изменяется. Это как бы первая причина, почему нам нужен кофе, да, нам нужен кофеин. Да. А вот дальше есть тут такие люди, которые делятся на несколько, мне кажется, типов. Кому-то важен результат, эффект. Ну, кто-то пьет кофе ради вот того, чтобы вштырило, то, что называется, да, то есть вот взбодриться, чтобы какой-то был этот прилив энергии. Для этого же пьют все эти газированные энергетические напитки. Для этого же там, ну, какие-то есть еще вещи, которые люди делают для того, чтобы вот был этот эффект. Угу. Дальше кто-то... Для меня, например, этот эффект, он, конечно, важен, но он у меня... Они абсолютно ровно находятся с качеством и вкусом кофе. Угу. То есть я не могу принести в жертву качество и вкус кофе ради только эффекта. Угу. Я, пожалуй, выпью крепкий чай или съем кусок черного шоколада. Угу. Или потерплю, вставлю в глаза спички. Угу. Ну, то есть у меня вот это так. Но есть люди, для которых, в принципе, важен ритуал. Ритуал, да. Вот сидеть в кафе – это один ритуал. Идти по бульварам какого-то города или там со стаканом, понимаешь, не спеша, а потом в стакане всегда кофе больше, чем в чашке. Угу. Вот в этом бумажном. А потом какая-то есть такая, понимаешь, ты как бы своими делами занимаешься. И одно дело, девушка идет по делам со стаканом – это один образ. Другое дело, девушка сидит одна в кафе. Это другой образ. Потому что тем более девушка сидит одна дома. Одна дома – совсем третий образ. Это образ третий. Ну вот я скажу тебе честно, если бы я жила в городе, я бы одна пила кофе дома. Мой кофе – да. Значит так, кофе. Должна быть машинка, в которой правильное давление, чтобы получилось. Ну и потом обжарка, сорт кофе, ля-ля-ля. Но капучино – секрет в чем? Секрет в том, чтобы молоко было холодное и чтобы оно было жирное. Холодное. Холодное. В итальянских барах обычно вот в таких штуках, потому что им надо много. Да-да-да, нет, вот прям реально. И они ее потом опускают в лед. Оно должно быть абсолютно холодное молоко. Только тогда оно взбивается вот в эту мелкую, такую шелковистую пену. А если молоко обезжиренное, что полный бред вообще, то, что любят всякие американского, американские, ну да, американские эти сети кофейные. Получается молоко как пена, когда ты стираешь белье. Да, точно. Как мыльная пена. Да, точно. Она и стоит такой, понимаешь? Потом нужно сделать так, чтобы крупные пузырьки ушли. Обязательно отбить. Не, я не то, что я нигде не училась, я просто наподсматривалась. Чашки там же красивые. Да, бля, кофе. Вот другое тогда настроение, когда чашка красивая. Я вот уже ужасно радуюсь, что я купила. Ну, что прочее, я купила на распродаже. Ну вот, я не научилась еще делать эти цветочки-лепесточки. Практически никогда уже не видишь, как человек сидит в кафе, читает газету или журнал, или книгу. Все или в планшете, или в телефоне, или в лаптопе, да, кто-то работает. Мне как-то везет. Я как не зайду в кафе, там обязательно или кто-то иностранным языком сидит, занимается, или что-то пишет в блокнот, или рисует. Я действительно редко хожу, я редко в кафе. Пошли в какое-нибудь кафе зайдем. Да, я бы с удовольствием. Я, кстати, сегодня кофе не пила. Мне уже нужен и эффект, и ритуал, и все сразу. Ну, в общем, нет, правда, это же вот у нас есть с тобой одна наша ближайшая подруга. Она выпивает с утра, там, до шести чашек кофе с молоком. Это кофе в капсулах. Ну, то есть в кофе в капсулах мы знаем, что меньше кофеина, то есть там немножко, да, вообще химически какая-то другая вообще история. Но она зато после 12, во второй половине дня, что называется, вообще не пьет никогда кофе. Интересно. Никогда. Причем она, у нее очень хорошие вкусовые рецепторы, очень развиты. Я говорю, как ты можешь пить этот кофе в капсулах? Не вкусный он, да. Какой-то химозный. Он химозный, и причем он прям узнаваемый такой. Я понимаю, вот это опять-то, то есть если ну прям, ну необходимость. Нет, когда-то мы все увлекались, потому что не было такого разнообразия в кофейниках. Это правда. Нет, конечно, все это было. Да, это было. То есть это прекрасное изобретение. Оно спасает, выручает. Но в принципе, все равно мне кажется, что свежемолотый кофе любой лучше, чем кофе в капсуле. А наша подруга эту кофемашинку с собой возит даже путешествий. Правда? Я возила, конечно. И я возила. Нет, но она говорит, потому что мне важен эффект. У нее все-таки приоритет в результате, в эффекте. Ну, от шести чашек там эффект хороший. Ну, вот это интересно, потому что у меня вот этот вот обратный, да, вот этот как такой. Когда отпускают. Да, когда, когда, если один кофе, то у меня довольно долго держится, особенно если я не пью каждый день, у меня довольно долго держится какое-то возбуждение и такое приятное, знаешь, вот это вот состояние открытых глаз, внимания, принятия решений, какой-то эйфории такой легкой. А если два-три, у меня начинают болеть глаза и какое-то ощущение такой усталости. Я не могу сказать, что я хочу спать, потому что иначе я использовала этот лайфхак перед сном, три кофе и пошла поспать. Ну, вот какая-то усталость, да, появляется. Выпьем по одному-то можно? Пошли. Угу. Ух, да? Угу. 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 Редактор субтитров А.Семкин